Всем привет! С вами Сноу Айз. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И сегодня я продолжаю рассказ о телефоне новинки на российском рынке. Майкро Макс Канвас Пауэр. Ну и как он у нас еще известен, Майкро Макс АКью 5001. На индийском рынке он известен как Канвас Джуз 2. В самом названии, собственно говоря, есть намек на достаточно неплохую мощную батарейку в 3000 мА. Ну что, сегодня мой обзор будет достаточно коротким. Я расскажу о том, что понравилось и что не очень понравилось за время использования и теста данного телефона. Поехали! Что понравилось? Как уже говорил, данный телефон позиционируется как долгоиграющий, в котором у нас находится батарейка емкостью 3000 мА. И, в принципе, телефон в достаточно таком жестком режиме тестирования показывает очень хороший результат автономности. Пошли вторые сутки тестирования и использования. И вот у меня, собственно говоря, заряд батареи сейчас застыл на отметке 49%. За прошлые сутки я использовал его в основном... Ну, устанавливал приложение, естественно, производил какие-то тесты, делал съемку видео, фотографировал. Вот, собственно говоря, он проработал один день, два часа. Я ездил с помощью Urban Biker, это велотрекер, по лесу в течение часа, да, то есть задействована была мобильная связь, ГПС и экран. Вот. Соответственно, сутки он у меня продержался, вот. И, ну, вот здесь есть как бы предсказатель такой, говорит, что продержится еще сутки и 12 часов. Посмотрим. Ну, в принципе, и, наверное, верится в подобное предсказание. Значит, здесь также у меня стоит галочка на энергосберегающем режиме. Отключение и включение данной галочки никак не влияет на тесты того же Antutu и, скажем так, скорость работы. Поэтому я галочку оставил. Он у меня все время работает в энергосберегающем режиме. То есть, в принципе, мы можем говорить о том, что данный телефон железно будет работать у вас двое суток, что для телефона с экраном 5 дюймов и батарейка 3000 мА является хорошим показателем. Ну, в принципе, наверное, это уже как бы стандартное время работы подобных телефонов с подобными батарейками. Значит, в принципе, что понравилось еще? Экран достаточно яркий. Сейчас я его выкручу на полную яркость, потому что он действительно очень яркий. И на максимальной яркости в помещении, ну, не очень комфортно на него смотреть. Углы обзора у него хорошие, да, то есть это IPS-матрица. Естественно, она у нас, как и заявлено, покрыта стеклом Gorilla Glass 3. Но, судя по всему, она не ОГС. Потому что, если мы посмотрим под определенным углом, то видно, что между стеклышком и самим сенсором есть небольшая вот такая вот прослоечка, да, в миллиметр или чуть меньше. Вот, то есть это не ОГС. Но, в принципе, наверное, от телефона такого, скажем так, класса и такой цены, повторюсь, он стоит порядка 8 тысяч рублей, наверное, ожидать более крутого какого-то экрана не приходится. В остальном это вполне добротный экран, то есть хорошие краски, хорошая насыщенность, цвета яркие, да. Они не выцветают под углами, вот. То есть, в принципе, нормальный, добротный, середнячковый экран, да, то есть такой экран хорошист. Что касается общей скорости работы. То есть, в повседневных приложениях, вот в повседневном использовании никаких проблем, несмотря на то, что здесь всего лишь 4 ядра, здесь стоит относительно старенький процессор MTK6582, никаких проблем нет. Я сделал тест Antutu, сейчас покажу. Так, вот, собственно говоря, он набирает у нас 19 с небольшим тысяч попугайчиков, да. То есть, это такой вот на сегодняшний день средний показатель. Но, опять-таки, попугай это попугай, а есть общее впечатление от использования телефона. Я могу сказать, что ничего не лагает, все открывается достаточно быстро, вот. Никаких притормаживаний нет. Вот, значит, ну вот, как я говорил, да, здесь у нас MTK6582 процессор стоит с графическим процессором Mali 400. Разрешение экрана у нас здесь 720, вернее, 1280 на 720, да, HD. Основная камера 8 мегапикселей, фронтальная 2. Значит, ОЗУ у нас здесь 2 гигабайта, и это очень здорово, да, то, что на бюджетные телефоны стали у нас устанавливать нормальный объем памяти. То есть, никаких проблем с недостатком памяти не ощущается, да. То есть, в среднем, в среднем, гигабайт 200, гигабайт 300 свободных. Ну вот, когда я делал скриншот, показывает 1354 мегабайта свободных. Значит, встроенной памяти у нас 8 гигабайт, из которых свободно у нас порядка 5. Что не понравилось, то, что, к сожалению, несмотря на то, что здесь у нас стоит Android 5.0 Lollipop, несмотря на то, что в меню, значит, где у нас тут, память, мы можем выставить диск для записи по умолчанию SD-карта, но в любом случае все приложения ставятся только в память телефона. То есть, здесь всего лишь 5 гигов у нас для программ. И, естественно, если вы заядлый геймер, если у вас софта, там, насчитывается порядка 100-200 различных программ, то, конечно, вам будет очень проблематично уместить все это в 5 гигабайт, которые отведены вам системой, да. Несмотря на то, что в системе Lollipop Google у нас убрали ограничения на установку приложений на SD-карту, конкретно в Micromax, то ли это проблем самой прошивки, то ли они самостоятельно заблокировали, да, эту возможность. К сожалению, нет возможности переносить приложение, да. То есть, если вот мы зайдем в пункт приложения и выберем, ну, любую. Вот. То есть, у нас обычно, да, здесь должен быть значочек перенос на SD-карту. Здесь такого значка нет. То есть, ни одну из программ я пробовал невозможно перенести на SD-карту. Немножко погуглив, я увидел, что это проблема не только данного Micromax, но и многих моделей Micromax на Lollipop 5.0. В прошивке, условно говоря, телефон видит свою внутреннюю память именно как SD-шку. Соответственно, он не понимает, что есть еще вторая SD-шка, да, и он не понимает, что можно этот софт переносить на SD-карту. Вот. То есть, возможно, это глюк-бак прошивки, и его исправят в ближайшее время, потому что я даже видел на форуме официальном Micromax была некая петиция пользователей не только вот по телефону AQ-5001, но и предыдущие модели там Canvas, Canvas, Canvas Juice 1, еще какой-то, ну, на которых тоже есть Lollipop, писали петицию о том, что просьба в прошивке 5.0 сделать обновление, которое вот исправляет такую вот оплошность, недоразумение. Вот. Я пробовал, я пробовал различный софт UpToSD, LinkToSD, FolderBind, DirectoryBind, да, это вот стандартные программулины, которыми обходят вот это вот ограничение. К сожалению, ничего не помогло, и я так и не смог перенести софт на SD. Это вот такой вот большой, наверное, минус. Я надеюсь, все-таки, что это бага, скажем так, этой конкретной версии прошивки, и в дальнейших версиях прошивки это будет исправлено. Значит, это вот то, что не понравилось. Чем еще столкнулся, с какой проблемой? Естественно, когда пытался вот заморочиться переносами, телефон нужно рутировать. Вот. Удалось рутировать его с помощью KingRoot 4.1, но только после танцев с бубнами. Значит, на стандартной прошивке, с которой пришел телефон из коробки, с которой поставляется телефон у нас на российский рынок, ни один из рутов не работал, да, то есть я пробовал изначально KingRoot, потому что он такой сейчас самый всеядный и рутирует все подряд. Вот. Пробовал TaulRoot, пробовал VRoot, iRoot и так далее. Ничего не помогало. Вот. После того, как на форуме XDA я нашел официальную стоковую прошивку для индийского рынка, я устанавливал ее ради интереса, чтобы проверить, может быть, в ней есть возможность переноса софта на SD-шку. Вот. Соответственно, я ее установил. Она также мультиязычная, никаких проблем, ставится элементарно. Вот. После этого я смог спокойно рутировать телефон с помощью программы KingRoot. Вот. Соответственно, рутировав, я смог с помощью Титаниума потом поудалять весь ненужный Google Софт, и предустановленный софт с помощью этого немножко освободил память основную в телефоне. Для тех из вас, кто также захочет рутировать телефон, внизу под видео я оставлю ссылочки как на прошивку для индийского рынка, так и на саму программку для рута. Значит, что касается еще переноса данных на SD-шку, есть все-таки основания полагать, что, возможно, скоро появится некий фикс, потому что на телефончике Micromax A106, по-моему, он Unite называется на индийском рынке, там тоже стоит Lollipop, уже было сделано кастомное рекавери, через которое устанавливается специальный патчик, который меняет местами в самой системе внутреннюю память и SD-шку. Соответственно, есть основания полагать, что в скором времени эта возможность появится и на данном телефоне. Ну, по крайней мере, я думаю, что многие владельцы надеются на это. Значит, это вот как бы из того, с чем пришлось столкнуться, да, с какими проблемами пришлось столкнуться. Так как я использую телефоны и в автомобиле для навигации, и как велотрекер, и как ранкипера, да, то есть вот для всех программ, где нужен ГПС постоянно, естественно, я испробовал возможность ГПС, причем без, скажем так, помощников в виде мобильной сети, в виде АГПСа, только голый ГПС. Вот что показал, собственно говоря, Navitel спустя порядка 40 секунд. Вот, это вот был холодный запуск, Navitel поймал 9 спутников, из которых 6 активных. Вот, соответственно, холодный запуск, менее минуты, горячий старт, ну, буквально мгновенно. То есть, несмотря на то, что здесь МТК-шный процессор, вот, который почему-то отличается не очень хорошей работой с ГПС, вот, на многих телефонах здесь никаких проблем нету, да, без проблем ГПС работает, достаточно хорошая точность. То есть, ну, вот здесь показывает 4 метра, я просто сделал скриншот, если подождать чуть дольше, и когда я ездил, он показывает точность вплоть до плюс-минус 2 метра, то есть очень-очень неплохая точность. Вот, поэтому смело можете использовать данный телефон как авто-навигатор, либо же для различных спортивных ваших активностей, для которых нужен ГПС. Вот, то есть это мне понравилось в данном телефоне. Значит, понравилась громкость динамика. Ну, в распаковке я уже включал сам динамик, он расположен сзади. Ну, давайте еще разочек я покажу вам громкость. Так. Если прикрывать его пальцем, то, естественно, он глушится. То есть, если телефон лежит на столе, то глушится он не так сильно, как если, когда мы прикрываем пальцем. Ну, то есть, образно говоря, в кармане брюк громкость глушится, но здесь достаточно мощный виброзвонок. То есть, я, в принципе, еще ни разу не пропустил звоночек. Даже если его не очень отчетливо слышно, вы его в любом случае почувствуете. То есть, вибрация здесь мощная и сильная. Это тоже большой плюс. Это то, что мне понравилось. Вот. Значит, что касается фото и видео. Я, естественно, сделал ряд фото. Вот. Ну, наверное, сейчас вот как бы показывать это неблагодарное дело. Вы особо ничего не увидите. Но, по традиции, я, естественно, размещу ссылочку на примеры фото и видео. Вот. Поэтому сможете посмотреть вблизи. Ну, это вот как бы пример макро, да. То есть, в принципе, никаких шумов. Все очень отчетливо видно. Достаточно резкая картинка. Вот. То есть, никаких проблем. Ну, это солнечный день на улице, поэтому было бы очень странно, конечно, если бы камера не справилась с подобным фото, да. Вот. Ну, то есть, несмотря на то, что камера здесь 8 мегапикселей, она показывает такой нормальный результат, я бы сказал, на четверочку. Видео тоже скорее на четверку, несмотря на то, что пишет Full HD и качество неплохое. Но бывают просадки в кадрах, да. И это иногда заметно, когда мы, ну, быстро меняем план. Вот. Либо же, когда у нас, скажем так, ну, не яркое солнце в помещении, допустим, недостаточное освещение. То есть, видно, что снимает он не в 30 кадров, а падает, там, не знаю, до 20-22. Ну, собственно говоря, в примере видео вы тоже это сможете посмотреть. Но, в принципе, качество самой картинки мне понравилось. Как фото, так и видео. Что касается связи. Здесь у нас две симки. Одна 3G. Вторая в режиме GSM работает. Со связью проблем никаких, нареканий нету. Никаких провалов. К 3G прицепляется отлично. То есть, даже в местах, где, ну, затруднено, скажем так, затруднена связь и качество связи плавает, он замечательно держит ее. Никаких бульканий, шумов при разговоре нету. То есть, и динамик разговорный мне очень понравился. Никаких проблем. Ну, что, в общем и целом, что можно, как бы, сказать и резюмировать. Мне кажется, что у компании Macromax получился достойный телефон, который, в принципе, неплохо смотрится. Со своим, вот, таким, вот, металлическим лоском, несмотря на то, что это пластмасса, да. Но он притягивает взгляды и не выглядит дешево, несмотря на свою достаточно низкую цену 8000 рублей. Повторюсь, да, несмотря на не самое мощное железо, он все-таки обладает двумя гигабайтами оперативки, что не может не радовать. Достаточно хорошим звуковым процессором. То есть, здесь очень качественный звук, как из динамика, так и в наушниках. Я люблю хорошую музыку, слушаю много. Вот, и здесь мне действительно очень понравилось, как звучит телефон. Здесь есть два вида доп. настрой, забыл вам показать. Вот, улучшение звука. Здесь есть аудио-энхенсер и спикер-энхенсер, да. То есть, это звук из наушников, вот, и громкость динамика, да. Ну, я обе галочки поставил. В принципе, не знаю, на что влияет спикер-энхенсер. Аудио-энхенсер, как бы, по-моему, особо ни на что. Но вот аудио-энхенсер, если мы подключили наушники, слушаем музыку, включили и выключили галочку, мы явно чувствуем прибавку, да. То есть, он прокачивает, начинает наушники лучше. Вот, поэтому советую всем ставить данную галочку. И при прослушивании в хороших наушников, вы действительно будете, ну, скажем так, впечатлены звуком, который может выдавать данный телефон. Вот, поэтому, в принципе, если вы стоите перед выбором покупки долгоиграющего телефона с хорошей автономностью, с неплохим экраном и с двумя гигабайтами оперативной памяти, то, естественно, за 8000 рублей вы получаете вполне сносный девайс, который будет вас долго и долго радовать. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем счастливо!